Мужчины и женщины с разных планет. Это факт. Ты Венера, я Юпитер. Что произойдет, когда ты влюбишься? Куча геморроя очередного. Мне нужно включать вот этот глюк «ты мой будущий муж» на человека, который будущим мужем не станет. 80% девчонок боятся мужчин, которые сильнее. Как люди понимают, что им в жизни нужно что-то чинить? У нас в семье все в порядке с деньгами. А у нас в семье все в порядке с сексом. Зрители начинают злиться. Они такие, кто обижает нашу Юлю? Почему он говорит такие слова? Вопросы здесь задаю я. Григорий, вы извините, пожалуйста, я когда волнуюсь, я всегда ем. Мой первый вопрос к вам. Я хотела бы уточнить. Скажите, вам с кем больше нравится работать с точки зрения процесса терапии? С мужчинами или с женщинами? Вообще одинаковые. И с теми, и с другими мне нравится работать. Это два разных жанра. Знаете песню такую? Ты Венера, я Юпитер. На-на-на-на-на. Вот вы сказали про два разных жанра. В чем разница с точки зрения психологии между мужчинами и женщинами? Мужская терапия, она намного более аккуратная и тонкая, чем женская. Когда ты работаешь с мужчинами, но обычно в терапии идут очень сильные мужчины, которые понимают, что они где-то подглючивают, у них есть задача разглючиться. И, ну, это, как правило, люди, которые ведут за собой других людей. И ты, ну, ты как психолог с мужчинами работаешь намного изящнее, потому что у тебя там нет возможности ошибиться. А почему с женщинами есть такая возможность? С женщинами проще работать. Не, там можно быть чуть грубее, чуть проще, чуть менее деликатным и так далее. Можно быть ведомым, можно быть доминирующим. С мужчиной в терапии ты не можешь быть доминирующим, потому что там включается мужское сразу, и там должен быть прозрачным. Если бы мы могли выделить некую ключевую, всеопределяющую разницу между мужской психологией и женской, то, что оба мы отметили? Это мужчины и женщины живут в двух совершенно разных эмоциональных вселенных. У мужчин и у женщин разные ценности, разные смыслы, разные генетические предрасположенности, разные биологические задачи, разные. Это как два вида с разных планет. Потом, когда ты спрашиваешь, а в чем разница, ну, проще всего мне тебе ответить, что примерно во всем. Когда говорят, вот, например, есть же такое сточевое выражение, надо бы тебе, Юлечка, начать разбираться в мужской психологии. Вот это как? Мужская психология, это что такое? Если ты спрашиваешь меня, как именно тебе, Юлечка, научиться разбираться в мужчинах? Нет, это вообще вопрос такой, который уведет нас в вечность, и мы обязательно в нее уйдем. Если мы неким образом идентифицируем, мужская психика это вот про это, а женская психика это вот про это. Мужская психика это про достигаторство. Мужская психика это про цели. Мужская психика это про чёткость. Мужская психика это про секс. Мужская психика это про активность. Мужская психика это про доказать. Женская психика это про мягкость. Женская психика это про избирательность. Женская психика это про мудрость. Женская психика это про состояние. В основном мужчины идут в терапию за результатом, в основном женщины идут в терапию за процессом. Понимаешь разницу? Девочки идут для того, чтобы себя лучше понять, чувствовать, быть более соединённым с собой. Вот за состоянием. А мужчины идут за, когда у него появляется очень конкретная цель. Когда мужчина понимает, что он чего-то не понимает, он что-то не видит. У него есть какая-то слепая зона или есть какой-то вопрос, в котором он не разбирается. Тот же вопрос отношений, например. Вот семья была классная, а потом начала барахлить, потом попала в турбулентность. И он такой, я должен починить, у меня не хватает компетенции. И ещё я получаю обратную связь, что со мной что-то не так. Окей. И вот чтобы зафиксить это, он идёт к психологу. Ты уже неоднократно употребил этот, на самом деле, классный, как мне кажется, термин поломки и починки. Скажи, пожалуйста, у тебя есть достаточно большой опыт. Исходя из него, ты видишь вообще, как люди понимают, что им в жизни нужно что-то чинить? Ну, становится больно. Человек начинает переживать психическую боль. Психическая боль такая же, как физическая. Это та же самая боль. И когда она достигает какого-то уровня уже невыносимости. Тогда человек оказывается в комитете психолога. Есть люди, у которых фантастический высокий болевой порог. Они могут терпеть. Но это так себе история. В основном, если человек собой занимается, занимается своим телом, следит за тобой, он очень чётко чувствует, что нет, всё, жизнь потеряла прежнее качество. Мне становится неприятно, нехорошо. Иду к психологу. Мне в целом очень интересно поговорить с тобой о разнице вот этого женского и мужского. Потому что как будто бы сейчас так мир, который очень активно зачем-то стирает эти границы. И мы сами вместе с миром стираем эти границы. Как ты считаешь, эти границы должны стираться? Или наоборот, сейчас, как никогда, вопреки всему, нужно их очень ярко прорисовывать? Я считаю, что мужчины и женщины с разных планет. Это факт. Это медицинский факт. У нас по разной микросхемы в голове. У нас по-разному течёт ток. У нас как бы очень всё разное. И приравнивать мужчин к женщин, ну, это невозможно. Это два разных вида совершенно. Ну вот как раз про эту разницу мне интересно поговорить. У тебя создалось наблюдение, как мужчины принимают решение и как женщины принимают решение. Исходя из чего? Как ты принимаешь решение, Юр? Исходя из чего? Я, исходя из ощущений, принимаю решение. Вот как я чувствую? Супер. Мне остаётся только поаплодировать тебя. Причём ты знаешь, что я хочу тебе сказать, что так было не всегда. И когда я... У меня там были определённые жизненные обстоятельства, и я очень много что тащила на своих плечах, которые неминуемо превратились в горб, и на этом горбу тащила, то я так не принимала решение. Я не могла себе этого позволить. Вот. Сейчас можешь? Да. Кайф. Это очень круто. Всё-таки мне перелечь на кушетку. Ну скажи, а почему это круто? Ты иронизируешь? Нет, я сейчас совершенно искренне. Мне остаётся только встать и поаплодировать тебя стоя. Если ты себе не истишь сейчас, и если не подбираешь мне, если ты действительно принимаешь решение из ощущений, то я мог бы сказать, что ты состоялась как девушка. А как мужчины принимают решение? Мужчины, которые не могут себе этого позволить, принимают решение головой. Логикой. Мужчины, которые научены себя слышать, своё тело слышать, у них центр принятия решения из головы переезжает в тело. И они тоже умеют принимать решение, ну, телесно. Так как ты это делаешь. Я топлю за то, чтобы учить людей вот этой билингвичности. У меня думать и головой, и телесно. Одновременно хорошо. Ну, знаешь, я не могу сказать, что я принимаю решение телесно. А мои ощущения, они где-то, ну, наверное, можно сказать, что там на уровне интуиции или души. И, возможно, тело тоже в этом каким-то образом участвует. Либо я этого просто не осознаю, оно участвует там по полной программе. Но это какое-то вот... Допустим, мне нужно принять какое-то решение, соответственно, есть некая идея, да, которая стоит за этим решением. И другая идея, которая стоит за альтернативным решением. И вот мне одна идея нравится, а вторая не нравится. Нельзя сказать, что это только головой принимать. А как ты понимаешь, что вот она тебе нравится или нет? Ну, это вот какой-то отклик в душе. А как этот отклик в душе чувствуется? Можешь мне детализировать это ощущение? Ну, это какая-то приятность в области груди. Внутри неё. Супер. Ну, то есть мне вот как-то спокойно, мне вот нравится, нравится, я вот про это думаю, я улыбаюсь, и мне хочется об этом мечтать, и мне хочется в своих мечтах уйти в детали. А если не в груди, то где ещё вот у тебя центр принятия решения локализируется? Я могу сказать, что где не нравится, когда что-то очень не нравится. Вот это я ощущаю очень сильно физикой, животом. У меня даже был такой термин, как дырка в животе, я это называла. Это, видимо, вот там, где мне совсем не нравится. А эта дырка, она как ощущается? У тебя просто посреди туловища нету пространства. Она больше холодная или горячая? Она пустая. Была. Вот я по воспоминаниям могу сказать. Прямо такая очень... Она вызывала какое-то очень неприятное ощущение внутреннее. Ну, то есть всё-таки телом, да, это всё ощущается? Слышишь, как мы ушли, да. То есть мы детализировались, как бы заострились на этом, и ты прям начала очень чётко раскладывать, где именно. У нас разные части тела, проразные. Я вот, например, решение поясницы принимаю очень чётко. Но я телом занимаюсь, это вообще моя религия, это моя стихия. Я очень чётко слышу, что тело говорит. И на самом деле каждый человек это слышит. Просто кто-то чуть лучше, кто-то хуже, кто-то научен этому языку, кто-то ещё пока не научен. Но в целом, когда ты умеешь быть билингвичным и таким и таким, это очень многие двери открывают для тебя. Совершенно бесшумно. Ну, то есть, несмотря на то, что женщины и мужчины с разных планет, когда и те, и другие принимают решение телом, происходит что-то хорошее. Просто мужчин точка роста — это принятие решения телом, а у женщин точка роста — это принятие решения головой. То есть мужчин стоит учить быть более чувствующими. Женщин где-то имеет смысл учить, быть чуть более рациональными. Хорошо. А можем ли мы уйти тогда вот в то, чтобы определить вот эти замечательные юпитерно-венерные разницы, например, в такое понятие, как влюблённость и любовь. Как влюбляются мужчины и как влюбляются женщины. Как ты влюбляешься, Юля? Прямо как в последний раз. Ага. А ты влюбляешься? Ну, мне кажется, давно, честно говоря, не пробовала. Но вот когда это было последний раз — разы, да. А ты позволяешь себе влюбляться? Ааа, ну вот тогда, когда это было актуально, да. А сейчас? Наверное, мне бы очень хотелось, но что-то этому препятствует. Что произойдёт, когда ты влюбишься? Куча геморроя очередного. Как обычно. У тебя есть ещё огурец? Да, хочешь? Угу. Пожалуйста. Спасибо. Вот. Вот ты влюбилась, Юля. Ты влюбилась, это произошло. Так. Ты хочешь этого или не хочешь, но вот ты влюбилась, это факт. Так. Как тебе? Ну, классно. Ну, классная же любовь. Рассказать тебе? Да. Ты начнёшь мозг доносить всем. Так. Просто тут же, в этот же момент. И мы с тобой оба это хорошо знаем. На тему? Да на тему всего. Потому что тебя понесёт. Так. Потому что ты перестанешь себя контролировать, потому что у тебя включится режим или-или. Что такое или-или? Или он, или он. Или предыдущий возлюбленный или. Или любовь. Потому что ты не научен это сочетать. Да нет мужа. Мужа. Потому что у тебя будут крайности, потому что ты будешь вешать своего любовника фраг своего будущего мужа. Ну и, короче, всякие вот такие вот штуки. А я вообще считаю, нет поцелуев без любви. Ну, в том смысле, что зачем мне любовник, когда мне нужен муж? И любовник в одном лице. То есть это же в одном человеке может всё сочетаться. Хорошо. Расскажи, пожалуйста. Давай всё, заново. Погоди, ты это отлично. Отличный контакт. Грибы, как влюбляются мужчины и как влюбляются женщины? Не ломай концепцию, ложись. Не хочешь поменяться? Давай. Это же, наверное, круто, очень интересно. Так, хорошо. Ну, продолжай, как тебе нравится. Хочешь, я тебе подсвечу, Юль, в чём такая прям большая разница между разными женщинами? Давай. В социальном опыте и в сексуальном опыте. И девочки, у которых не очень много опыта с влюблённостью, они, ну, они речи. А девочки, у которых влюблённость – это стихия, которые умеют в это играть, которые умеют любовь и влюблённость использовать как допинг в лучшем смысле этого слова, как топливо, как вот эту вот энергию, которая их постоянно где-то подбодораживает. И они очень чётко понимают, где можно краник под закрыть, а где под открыть, этот краник у них в руке лежит. А они, конечно, живут намного комфортнее и гармоничнее. Чтобы освоить краник, что нужно делать? Спрашивать Юля про себя. Ну, я всегда про себя. Вообще этот проект затеял только ради этого. А есть у тебя идеи? Нет. Если у тебя спросили, что нужно сделать для того, чтобы разобраться стихием, для того, чтобы влюбляться. Ну, это тяжело. Да? Не знаю такого слова. Тяжело? Или влюбляться? Тяжело это как? Мне, правда, тяжело влюбиться, но в том смысле, что технически тяжело. Ну, не знаю, как бы вот. Мало мне кто симпатичный. Потому что у тебя высокая планка? Слушай, ну, я не знаю. Высокая, невысокая, это же очень такое, ну, очень субъективное понятие. Я реально, когда нервничаю, это вот не прикол. Я ем. Еще час, как никогда. Да. Есть идея, как бы ты могла расколдоваться? Ну, у меня, конечно, есть идея пятилетней девочки. Придет прекрасный принц, расколдует меня. Он будет настолько прекрасен. Произойдет само собой. Знаешь, почему этого не произойдет? Хочется сказать, вопрос здесь задаю я. Ну, не знаю, правда, скажи, пожалуйста. Потому что ты выбираешь мужчин, которые с тобой в паритете примерно одинаковом, вот на энергетическом, на интеллектуальном уровне, на социальном. Так. И потом совершенно незаметно, ни для себя, ни для него, делаешь так, топ-топ-топ-топ, и немножечко его туда ищешь. Потому что так безопаснее. Нет, хорошо. А если мой запрос вот не вот так, а вот он вот так. А ты их не видишь. У тебя психика моя хорошая. Прости, не я собирал этот мир. Она их забеливает просто. Я бы, кстати, собирала. Мы бы договорились. Я бы тебе продал бы чит-код. 80% девчонок, которые нас смотрят сейчас. Девчонки, привет. Простите меня, пожалуйста, за эти слова, но мы говорим же честно с вами. Абсолютно. 80% девчонок боятся мужчин, которые сильнее. Боятся сильных мужчин. Мы стремимся к сильному мужчину. Мы мечтаем о них. Про это были наши детские сказки. Но когда мы попадаем с ними в одно поле, в контакте, знакомимся, мы начинаем испытывать такие психосоматические отклики, которые нас из этого контакта выжимают. Потому что небезопасно. Потому что сильные мужчины не контролируются. Сильные мужчины не управляются. Сильных мужчин не надо лечить. Их не надо коучить. И зрители начинают злиться. Они такие, кто обижает нашу Юлю? Почему он говорит такие слова? А я, кстати, не обижаюсь. Это правда абсолютно. Ну, конечно, мы это с тобой знаем. Вот я слышу, как девчонки там кипеть начинают. Девушки, простите меня, пожалуйста. Кто-то же должен делать эту работу. Это шлягер. У абсолютного большинства девчонок это так. Это система безопасности, встроенная в психику. Потому что, когда рядом оказывается сильный мужчина, ну, возникают вопросы, кто я здесь рядом с ним. Потому что сильного не надо лечить, не надо спасать. А что я здесь, ну, как бы, что я делаю? У сильных мужчин есть такое требование к женщине основное. Это то, чтобы женщина была счастлива. Но ты понимаешь. Так как мне распознать, что я такая? Я выбираю не сильного мужчину, а того, ну, соответственно, кого просто не могу. Для этого надо посмотреть на своего мужчину и спросить, а у нас в семье всё в порядке с деньгами? А у нас в семье всё в порядке с сексом? А у нас в семье всё в порядке с его энергией? И моей энергией напротив него. Ну, так, про самодиагностировать себя очень честно. Не выгораживая себя. Типа, не, я круто, а ты с ним что-то не так. Это же такая история с женщинами и мужчинами растёт, либо видает. Про девчонок можно тоже так же сказать. Но мы сейчас про мужчин, верно? Потому что это такой момент, когда начинаешь об этом говорить. Девочки часто воспринимают это как укор в свой адрес. Начинают прям сильно кипятиться и злиться. И я прям чувствую, что сейчас так и происходит. Но если мы будем на 100% честны, и мы сейчас про девчонок говорим, то мужчина либо растёт с женщиной. Вот есть женщина, рядом с которой мужчина богатеет. А есть женщина, рядом с которой мужчина не взлетит никогда. И это такая мужская вообще на самом деле компетенция, научиться отличать от них от других. И точно так же такая женская задача научиться очень быть честным собой. Понимая, я сейчас ращу своего мужчину, но он прёт, его прёт от меня. Его прёт от того вайба, который я создаю. Его прёт от той свободы, которую я ему даю. Его прёт от нашего секса, от наших смыслов, от наших фантазий, от наших ощущений. Или нифига не прёт. Или он грустный у меня. А если он грустный, значит я его задавливаю где-то. Или даю ему что-то, что вообще ему не надо. Давай вернёмся к тому моменту, когда я имела неосторожность уточнить, как влюбляются женщины. Так. А мы можем уточнить, как влюбляются мужчины? Мужчины влюбляются в моменте. Они влюбляются в секс. Они влюбляются в состояние. Они влюбляются в то, что вот я переживаю здесь и сейчас. И кайфуют от этого. А женщины очень во многом влюбляются в ощущение перспективы от этого мужчины. Женщина влюблённая, она сразу же начинает галлюцинировать в подведничном платье. Почему так происходит? Это биологическая программа, которая впаяна у нас на уровне генетики. Так, когда не хорошо, не плохо. Это просто есть. Мужчины вообще об этом не думают. Ну, то есть, это не есть прилагательное, что прилагается к процессу влюблённости. Мужчины кайфуют от того, что здесь и сейчас. Мужчины не хотят замуж. Мужчины не хотят жениться. Слава Богу. Вот это слово совсем. Потому что жениться – это история про потерять свободу. Это идёт ровно в противорез биологической программы, которая зашита в мужчине. Потому что мы разные на уровне биологии. Биологическая задача – мужчина рассеет своё семя по планете. Биологическая задача женщины – удержать мужчину рядом как можно дольше, потому что это обеспечивает выживание детёныша. Мы, понимаешь, перпендикулярные на уровне животного. И, соответственно, у нас мультики перпендикулярные. И если девочка влюбилась, она такая – «О, он будет классный муж, она влюбляется в глюк мужа». Вот здесь я хочу подсветить всем нашим зрительницам. Девочки, пожалуйста, не надевайте роль, статус великих отношений на промежуточные отношения. Не нужно включать вот этот глюк «Ты мой будущий муж» на человека, который будущим мужем не станет. Не каждый человек, в которого вы влюблены, ваш будущий муж. Давай, я повторю ещё раз. Не каждый человек, в которого ты влюбляешься, твой будущий муж. У нас есть промежуточные отношения, а есть великие отношения. Великие отношения на то, что случается в жизни. У кого-то один раз, у кого-то два, но есть люди, у которых три раза случаются. Это великие отношения. Мину этого не промахнуться. Это когда ты чувствуешь, что это твой человек на всех чакрах. Вот здесь, здесь и здесь. На сексуальной, на духовной, на интеллектуальной. Это когда это случается в твоей жизни, тебе меньше всего это хочется обсуждать с психологом или с подружками. У тебя просто является знание. Это мой. Это моё тебя вщёлкивает в это. И дальше понесло. Но это не каждую пятницу происходит. Такие вещи невозможно заказать у Вселенной. Эй, Вселенная, подкинь-ка мне великих отношений. При этом у нас происходит промежуточное отношение. Это не означает, что это плохо. Это просто другой совершенно жанр. Промежуточное отношение – это полигон ошибок. Это то, где мы узнаём себя. Это то, где мы узнаём о своей сексуальности, о своих предпочтениях, о том, какие мы бываем. О том, какие мы бываем разные, напротив, разные. И я скажу, что великие отношения без промежуточных невозможны. Потому что те люди, которые заходят в великие, минуя промежуточных, они, как правило, там всё очень быстро ломают. Потому что неопытные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok